Всем привет, с вами Мисс Райт и это выпуск Дорамных Новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Новый фильм Харбин представил постер и тизер с решительными борцами за независимость. Харбин это фильм о шпионах, действия которого разворачиваются в 1909 году, демонстрируя захватывающую погоню и сеть подозрений между теми, кто направляется в Харбин для одной единственной цели, и теми, кто преследует их. На представленном постере показаны тени борцов за независимость Ан Джунгына, У Док Сона, Ким Сан Хёна и Мадам Гон. Пронизительный взгляд Ан Джунгына, расследящего за целью, привлекает особое внимание. В тизере Ан Джунгын говорит, «Лидеры японских волков, опустошающих Корею, я должен убить этого старого волка любой ценой», намекая на беспокойный путь активистов, борющихся за независимость Кореи. Кроме того, захватывающий визуальный стиль фильма, созданный оператором Хон Гён Пё, в его первом сотрудничестве с режиссером У Мюн Хо, и поразительные виды, снятые в Монголии, Латвии и Корее, обещают интересный опыт просмотра. Фильм Харбин появится в кинотеатрах во второй половине этого года. Предстоящая драма с Хэри из Гёрлз Дэй подтвердила актерский состав. Чон Цу Бин, Кан Хе Вон и Оу Ри присоединятся к Хэри в предстоящей драме «Дружеское соперничество». Кроме того, сообщается, что Йон Джей с Гат Сэмон также будет частью актерского состава, хотя его представители пока не прокомментировали эту информацию. Основанная на одноименном вебтуне «Дорама Дружеское соперничество» – это мистический трейлер, в котором рассказывается о напряженных отношениях и жестокой конкуренции между девочками и подростками в элитной средней школе для девочек Чехва. Хэри сыграет Ю Джей И, гениальную студентку из привилегированной семьи с красивой внешностью и высоким IQ. Чон Цу Бин сыграет У Сэль Ги, новую ученицу, которая привлекает внимание Ю Джей И. У Сэль Ги выросла в приюте и становится одержимой оценками, чтобы выжить в школе Чехва. Кан Хэ Вон сыграет роль Джу Е Ри, школьный королевы сплетен. Джу Е Ри одержима своей внешностью и предметами роскоши. О У Ри сыграет Чве Гён, которая постоянно занимает второе место из-за Ю Джи И. Премьера «Дорама» запланирована на 2025 год. Недавно стало известно, что комик Нам Чан Хи в настоящее время состоит в отношениях. Артист с прошлого года встречается с женщиной, не являющейся знаменитостью. Нам Дорым готовится вернуться к актерской карьере 29 июля агентство актера BAA опубликовало новые профайл-фотографии, демонстрирующие разнообразные стороны его очарования, и заявило, «После завершения службы в армии Нам Дорым вернулся как более зрелый актер. Вслед за выпуском этих фотографий профиля, он начнет активно заниматься своей актерской карьерой со второй половины этого года. Мы обещаем показать публике новый скачок вперед в карьере актера Нам Дорыма. В частности, благодаря партнерству с зарубежными развлекательными компаниями, мы представим широкий спектр его проектов как мирового артиста». Мун Тэй Ю собирается жениться этой осенью. 29 июля он объявил в своем фан-кафе. «Я встретил ту, с кем проведу всю оставшуюся жизнь. Мы будем любить и поддерживать друг друга. Мы поженимся 9 октября. Она не работает в той же сфере, что и я, но она была рядом со мной и относилась с большим пониманием. Она заставляет меня хотеть стать лучше. Поскольку ее работа не связана с публичной деятельностью, я прошу отнестись с пониманием к тому, что я не могу раскрыть больше деталей. Я продолжу усердно работать и отплачу вам за поддержку прекрасными проектами в будущем». Предстоящий сиквел фильма «Ветеран» выпустил захватывающий тизер. Криминальный боевик «Ветеран 2» продолжит историю детектива Судой Чуоля и его следственной команды, в которой присоединится детектив Пак Сону. Тизер запечатлел характерное напряжение фильма «Ветеран». Видео начинается с того, что Судой Чой произносит «Разве я не говорил тебе не жить преступной жизнью?». Последующие сцены обещают захватывающий опыт просмотра, а Чон Хэйн, присоединившийся к сиквелу в роли Пак Сону, продемонстрирует свою новую сторону. Спустя 9 лет после выхода хита «Ветеран» с Хван Чон Мином и Юаином в 2015 году, который привлек в кинотеатры более 13 миллионов зрителей, фильм «Ветеран 2» готовится привнести свежий подход в жанр криминальных детективов. Он покажет мир полный инцидентов и несчастных случаев, где встречаются недоверчивые граждане и преступники, использующие это недоверие, а также другие люди, которые совершают преступления, мотивированные ошибочными ценностями. Мировая премьера фильма «Ветеран 2» состоялась в мае на 77-м Каннском международном кинофестивале, получив аплодисменты от местной аудитории и зарубежных СМИ. Планируется, что фильм появится в кинотеатрах с 13 сентября. Предстоящий фильм «Револьвер» раскрывает захватывающие истории главных героев в новом тизере. «Револьвер» – это новый фильм о женщине по имени Ха Су Йон, бывшей сотруднице полиции, которая попадает в тюрьму, взяв на себя вину за преступление. После освобождения она посвящает себе одной и единственной цели. Недавно выпущенный видеотизер начинается с представления Ха Су Йон, недавно вышедшей из тюрьмы и решившей потребовать то, что ей было обещано – квартиру и деньги. Она едет в горную местность в поисках информации о человеке, которому собирается отомстить и, наконец, сталкивается с ним лично. Далее тизер показывает Энди, который, похоже, не помнит, кто такая Ха Су Йон. Когда она говорит Энди «Я исчезну тихо, если ты дашь мне денег», он спрашивает в ответ «А как ты исчезнешь, если ты не сделаешь что-то тихо?» Этот напряженный разговор ясно показывает его как отрицательного персонажа, который не заботится о обязательствах и обещаниях. В последней сцене Ха Су Йон встречает Чон Йон Сон, отношения с которой колеблются между союзничеством и враждой. Несмотря на изначальные разногласия с Су Йон, Йон Сон в конечном итоге помогает ей узнать местонахождение Энди. Netflix объявили, что 23 августа состоится премьера нового триллера «Один в лесу», опубликовав захватывающий триллер. Сюжет дарамы «Один в лесу» сосредоточен вокруг людей, чья мирная жизнь была нарушена прибытием тейственной гости в середине лета. Ким Юн Сок сыграет Чон Йон Ха, который управляет гостевым домом в лесу. Триллер начинается с того, что Сон Ха приезжает, сопровождаемая словами. В один мирный день прибыл незваный гость. Далее напряжение усиливается, когда Чон Йон Ха обнаруживает пятна крови в безупречной, на первый взгляд, комнате, что сигнализирует о начале серии тревожных событий. Атмосфера становится мрачнее по мере того, как проявляется непредсказуемое поведение Сон Ха, а затем показываются сцены с Гу Сан Джуном и Юн Бо Мин, которые остались шокированы тем, что увидели. Триллер завершается интригующей репликой. В лесу упало гигантское дерево, и никого не было рядом, чтобы услышать его. Оно все еще издает звук? Один в лесу станет первым появлением Ким Юн Сока в дараме за 17 лет. К нему присоединились Юн Ге Сан, Го Мин Ши и Ри Джон Ын. Режиссером стал Мо Ван Иль, широко известной работой над дарамой «Мир жена дэй пары». Нас ждет тайская адаптация драмы «Алые сердца карё». Ремейк будет основан на китайском романе «Поразительное на каждом шагу алые сердца». Приблизительно дарама выйдет в 2025 году. Ее продюсированием и съемками занимается канал GMMTV. Дарама расскажет о современной девушке, которая переносится в эпоху, когда Таиланд был абсолютной монархией. Она пробуждается в теле своего прошлого воплощения, живя в доме принца. Приспосабливаясь к новой жизни, девушка дружит с различными принцами и оказывается втянутой в их борьбу за власть и за трон. Скорее всего, сюжет будет адаптирован к местным историческим контекстам, а персонажи могут претерпеть изменения, чтобы лучше проиллюстрировать историю. Тутон Таван в роли Хэсу, Вин Метавин в роли четвертого принца Ван Со, Нанон Корапат в роли восьмого принца Ванука, Тей Таван в роли третьего принца Ван Йо, Фос Джират Чапон в роли девятого принца Ван Вона, Пёрт Танапон в роли девятого принца Ван Ина, Пхувин Тансак Юэн в роли тринадцатого принца Пэк Каа, Эйфот Нат Тават в роли четырнадцатого принца Ван Джуна. Кан Наон будет сниматься вместе с Ким Усоком в новой романтической комедии. Нулевой урок «Время инсайдеров» расскажет историю сгоя, которая становится администратором приложения Insider Time, анонимного сообщества, где хранятся секреты всей школы. Когда она оказывается связана с самыми популярными учениками, к которым мечтала присоединиться, возникает тайная романтика. Кан Наон сыграет Джи Ин, старшеклассницу изгоя, мечтающую стать популярной, но ее никто не замечает. Джин – наивная и невинная, с добрым сердцем и причудливым характером. Премьера дорамы «Нулевой урок «Время инсайдеров» состоится на интернет-платформах в октябре. Новая дорама «Любовь по ДНК» представила первую встречу персонажей Чиэши Вона и Чон Энсон. Романтическая комедия расскажет историю Хансо Джин, ученого-генетика, у которой было много неудачных отношений, поэтому она решила найти своего суженного с помощью генов. Чиэши Вона Супер Джуниор исполнит роль Шим Йону, очень талантливого и обаятельного акушера, который с легкостью завоевывает женские сердца. Недавно опубликованные кадры демонстрируют их хаотичную и забавную первую встречу. Хансо Джин брызгает неизвестной жидкостью в Шим Йону, который удивлен таким внезапным действием того, кого он встретил впервые. Он пытается защититься, но в итоге попадает под удар. Другие кадры показывают Шакира Новашим Йону, сидящего на коленях, интригуя произошедшим между ним инцидентом. Также Дорама опубликовала новые кадры с персонажем Ли Тэ Хвана. Ли Тэ Хван сыграет Со Кан Хуна, привлекательного и решительного пожарного, который всегда уделяет первоочередное внимание Со Джин и мгновенно отвечает на ее звонки. Недавно опубликованные кадры демонстрируют самоотверженность и чувство ответственности Со Кан Хуна как спасателя, подчеркивая его суровую мужественность и добросердечный характер. На одном из фото он выглядит стревоженным, когда проверяет состояние спасенного, а на другом помогает пожилому человеку. Премьера Дорама «Любовь по ДНК» состоится 17 августа. Ча Яну получил предложение сняться в предстоящей Дораме «Чудесные дураки». «Чудесные дураки» расскажут историю о несовершенных супергероях, которые не могут контролировать проявление своих суперспособностей. Дорама будет снята режиссером Ю Ин Сиком, работавшим над популярным проектом «Необычный адвокат» У Ю Ну, а сценарий напишет Хо Даржун, известный по Дораме «Экстремальная работа». Актриса Пак Ин Бин, которая работала вместе с Ю Ин Сиком в «Необычном адвокате» У Ю Ну, также ведет переговоры об участии в предстоящей Дораме. Такео Наступием и Сахен из «Геллс Дженерейшн» сыграют главные роли в предстоящей Дораме по Вептуну «Я украла первую ночь главного героя». Сериал основан на одноименном Вептуне представляет собой романтическое историческое фэнтези о девушке, которая оказывается в теле главной героини романа. Зная судьбу своего персонажа, она всячески пытается избавиться от внимания главного героя, создавая неприятности и путаясь в них. После того, как два главных героя проведут ночь вместе, между ними завяжется захватывающий роман. Ожидается, что динамика взаимодействия между главными героями, когда они выстраивают свои отношения, очарует аудиторию. Суд в Южной Корее постановил, что бывшее агентство актера Джи Су, покинувшего проект «Река, где восходит луна» из-за обвинений в школьном насилии, должно выплатить продюжерской компании Дорамы компенсацию около 1 миллиона долларов. Изначально Джи Су исполнил главный роль в «Река, где восходит луна», которая вышла в эфир в 2021 году. Но актер был вовлечен в скандал и школьном насилие, когда вышло только 6 первых эпизодов. Джи Су признал некоторые из обвинений и добровольно ушел с Дорамы. К тому времени уже было отснято 18 из 20 эпизодов с Джи Су в главной роли, а первые 6 были показаны в эфире. Продюсерская компания заменила его актером на Айну с 7 эпизода и даже пересняла эпизоды с 1 по 6, которые уже выходили в эфир, когда Дорама возобновила трансляцию. 24 июля прокуратура потребовала приговорить Юаина к 4 годам тюрьмы, штрафу в размере 2 миллионов вон и конфискации 1,5 миллиона вон. Адвокат Юаина просил о снисхождении, заявив, что у него нет предыдущих аналогичных преступлений. Он глубоко раскаивается и горько сожалеет о своих прошлых действиях. Юаин осознал свою зависимость от снотворных и снотворных таблеток после этого инцидента. Он твердо обещает никогда не повторять тех же ошибок. Мы просим о снисхождении, чтобы он мог вернуться в общество и исполнить свою роль. Приговор Юаину будет вынесен 3 сентября. После этого 25 июля Полезейский участок Юсан в Сеуле сообщил об инциденте с участием Юаина. По утверждению мистера Эй, 14 июля Юаин напал на спящего мужчину. Согласно отчету, мистер Эй спал с 6 утра до 4 часов дня в день инцидента. Сообщается, что он проснулся и осознал, что подвергся сексуальному насилию, что побудило его подать заявление в полицию на следующий день. Место происшествия не было жильем ни Юаина, ни мистера Эй, а принадлежало третьей стороне, и другие мужчины присутствовали во время инцидента. Полиция также расследует, совершил ли Юаин, который уже находится под судом за привычное употребление наркотиков, преступление под воздействием наркотиков. Мистер Эй, не являющийся знаменитостью, во время первоначального допроса прошел тест на наркотики, который показал отрицательный результат. Представитель мистера Эй рассказал, что после совместного распития алкоголя, они переместились в дом одного из участников, чтобы продолжить вечеринку. Мистер Эй проснулся в тот же день, во второй половине дня и осознал, что стал жертвой изнасилования. Согласно действующему законодательству Южной Кореи, обвинения в сексуальном насилии между лицами одного пола не могут рассматриваться как изнасилование. Юридический представитель сообщил СМИ 26 июля, недавно обвинения против Юаина не соответствуют действительности. Пожалуйста, воздержитесь от ненужных спекуляций о частной жизни актера. После этого прошлые странные посты Юаина в социальных сетях вновь оказались в центре внимания. Корейские мультфильмы Телевизионного анимационного сериала Тинни Пин. Этот проект, который популярен не только в Корее, но и за ее пределами, в том числе в Китае, мультфильм рассказывает о приключениях принцессы Роми, которые ищут феи, известных как Тинни Пин. С момента выхода первого сезона в 2020 году мультик покорил сердца зрителей увлекательным сюжетом и милыми персонажами. Салон дядюшки Брэда «Рождение хлебной звезды» – это второй полнометражный мультфильм по мотивам телевизионного мультсериала, который начал выходить в 2019 году. Этот анимационный проект, также адаптированный для кинотеатров, рассказывает о милых хлебных персонажах и их приключениях, сосредоточенных вокруг Брэда, владельца Брэд Барбершоп и талантливого парикмахера. Премьера этого фильма запланирована на сентябрь. 25 июля Международный аэропорт Инчон официально подал иск против охранной компании, работавшей с Пенусоком, из-за чрезмерного поведения в аэропорту. В числе претензий значится блокирование входных ворот аэропорта и проверка билетов пассажиров, что рассматривается как злоупотребление полномочиями. В ходе полуторачасового расследования полиция заявила, что смогла установить факты по данному следствию. Аэропорт пересмотрел действия охранной компании и в итоге аэропорт Инчон и полицейское управление аэропорта подали жалобу в полицию. Частная охранная команда Пенусока принесла извинения после того, как они светили фонариком на фанатов в Международном аэропорту Инчон, а также якобы проверяли паспорта и посадочные талоны граждан во время вылета актера. Хотя агентство Пенусока Варо Интертеймент также принесло официальные извинения и расторгло контракт с охранной компанией, волна негодования и критики не утихла. Новая дорама ENA «Ваша честь» представила кадр с персонажем Хонам Джуна. «Ваша честь» расскажет о двух отцах, которые превращаются в монстров, пытаясь защитить своих детей, подчеркивая противостояние отцовских инстинктов. Сон Хён Джу сыграет Сон Пан Хо, судью с твердыми убеждениями и чувством справедливости, живущего безупречной жизнью, а Ким Мин Мин исполнит роль Ким Кан Хона, безжалостного криминального авторитета с холодным характером и внушительным присутствием. Хон Ам Джун перевоплотится в Ким Сан Хёка, жестокого и безжалостного сына Ким Кан Хона. После загадочной смерти сводного брата, Ким Сан Хёк отправляется на поиски мести, потрясая самообладание даже своего отца. На представленных кадрах запечатлена непредсказуемая природа и сильная харизма Ким Сан Хёка. Он интригует своим резким взглядом, неискушенным выражением лица и увлекательной смелой аурой. Премьера дорамы «Ваша честь» состоится 12 августа. Пак Байон может сыграть интригующую роль в предстоящей драме «Незнакомый Сеул». Пак Байон предложено сыграть сестер-близнецов. Одна из сестер, преуспевшая в учебе, переехала в Сеул, а другая осталась в сельской местности. Из-за внезапных изменений в своем окружении они решают поменяться местами. Новая дорама KBS «Идеальная семья» представила кадры с персонажами Ким Мюн Цу и Ким Дон Хёна. Основанная на популярном веб-тоне дорама «Идеальная семья» расскажет таинственную историю о семье, которая выглядит идеальной и счастливой, но лишь до тех пор, пока их дочь не оказывается связана с убийством. «Идеальная семья» станет дебютом японского режиссера Юки Са Дэй Сао в корейских дорамах. Детективы Шин Дон Хо и Ли Сон У из отдела насильственных преступлений расследуют загадочное дело об убийстве, в которое вовлечена Чи Ви Сон Хи, как ключевая фигура. Пытаясь докопаться до правды, они взаимодействуют с семьей и друзьями Сон Хи. Ким Мюн Цу сыграет Ли Суну, младшего коллегу детектива Шин Дон Хо. Хотя Ли Суну известен своим спокойным и беззаботным характером, его работы становятся напряженной из-за того, что Шин Дон Хо постоянно находит новые дела. Несмотря на давление, Ли Суну остается преданным и уважительным, движимым чувством ответственности, когда работает над раскрытием дела. Ким Дон Хо исполнит роль Шин Дон Хо, высококвалифицированного детектива, известного своей неугомонной погоней за делами. Получивший прозвание охотничий пес, Шин Дон Хо – твердый и решительный человек, хотя часто кажется равнодушным и раздраженным своим напарником Ли Суну. Несмотря на отстроенное поведение и приверженность Шин Дон Хо к раскрытию дела настолько сильна, что делает его страстным и весьма эффективным следователем. Ким Дон Хён и Ким Мюн Цу, идеально одетые как детективы, показывают впечатляющую химию на экране, что делает их динамику одним из ключевых моментов дорамы. Ким Мюн Цу в роли ответственного детектива и Ким Дон Хён, изображающий жесткого персонажа, образует интересный дуэт. В то время как Ким Дон Хён демонстрирует серьезное и энергичное поведение, Ким Мюн Цу ведет себя более расслабленно. Несмотря на разные стили поведения, их сочетания обещают захватывающую комбинацию, которая будет развивать сюжет и открывать правду о деле. Премьера Дорама «Идеальная семья» состоится 14 августа. Настало время посоветовать вам Дораму, и сегодня советую то, что смотрю прямо сейчас сама, лирика брака, музыка развода. Истории трех очаровательных героинь в возрасте 30, 40 и 50 лет, которые сталкиваются с непредсказуемыми несчастьями, а также о проблемах супружеских пар, пытающихся найти настоящую любовь. Пак Сахон – юрист, который влюбился в свою жену По Хью Рён, радио-диджея, когда увидел, как она играет на барабанах. Супруги женаты уже 3 года, и у них нет детей. Син Юсин – директор отделения психоневралгии, муж Сапи Йон – продюсера радио-шоу, который всегда делает все возможное, чтобы заботиться о своем доме, детях и мужа. Пак Хэ Рюн – декант факультета театра и кино университета Сон Джин, стал профессором благодаря поддержке своей жены Лиси Ын, главной сценаристки радио-шоу. Они женаты уже 30 лет, и Лиси Ын уделяет все свое внимание мужу и детям. Пишите в комментариях, смотрели ли вы или нет Тодорам, как она вам, будете ли смотреть. Я, честно, не могу оторваться. А на этом пока что все, ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райд, анион!